Работники торговли сегодня собрались в здании городского собрания. Лучших представителей отрасли отметили благодарственными письмами и знаками отличия за профессиональное мастерство. В Сочи треть всего трудоспособного населения занята в торговле общепитий в сфере услуг. Это 10 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Я хочу сказать, что для нашего города очень важно, что в торговле работает малый и средний бизнес. Вообще, успешным в экономике город туристический может быть тогда, когда в его структуре предприятия малого и среднего бизнеса занимают до 80%. Доходы от потреб сферы в Сочи формируют 17% от городского бюджета. За полгода, благодаря в том числе работникам торговли, в виде налогов в казну поступило более 500 миллионов рублей. Это вклад в развитие экономики города, решение социальных вопросов. Одним словом, в повышении уровня жизни горожан и качества отдыха гостей курорта. Мы понимаем свою ответственность перед городом и перед всеми посетителями города. Мы понимаем, насколько эта ответственность не только, скажем так, социальная, но и ответственность экономическая в том числе. Торговые предприятия, предприятия общественного питания – это лицо города. Вот кто к нам приезжает, он сразу делает выводы, какой город, какой курорт, от того, как его встретили, как его обслужили. За последние годы у нас нету никаких препонов со стороны власти, со стороны силовых структур, налоговых органов. Сегодня, слава богу, мы развиваемся, работаем правильно, правильно платим налоги, правильно платим заработную плату. Кстати, с неформальной занятостью и серыми зарплатами в городе ведется активная борьба. С начала года в Сочи было заключено дополнительно более 1200 трудовых договоров с работниками потреб сферы. Власти Сочи активно поддерживают предпринимателей, в том числе предлагая займы по программам микрофинансирования. А местные фермеры, например, могут продавать выращенные в своих садах и огородах овощи и фрукты на социальных рядах. Они есть во всех районах города. Администрация места там предоставляет бесплатно.